В 1960-е годы аэропорт, известный длительное время по названию Эллиникон, оказался недостаточным для потребности Афин в авиационных перевозках, которые стали более частыми и регулярными. В результате в 1978 году было начато строительство нового аэропорта, причем место выбрали с учетом стоимости реализации проекта, земельных участков, длительности строительства, последствий для окружающей среды, совместимости с градостроительным планом, доступности для большинства людей и наличием инфраструктуры. Для строительства нового аэропорта было выделено 2,4 миллиарда долларов. Во время реализации проекта удалось успешно построить следующие объекты, два взлетно-посадочные полосы, главный аэровокзал, площадь которого составила 160 тысяч квадратных метров, второй, дополнительный, аэровокзал площадью 42 тысячи квадратных метров, контрольная башня аэропорта, мосты для самолетов, рулежные дорожки, специальная стоянка для самолетов, площадь которой достигает 110 гектаров, гостиничный комплекс. Обратите внимание, при этом аэропорт находится на расстоянии 27 километров от Афин в северо-восточном направлении. В Афинах установлены следующие коды аэропорта, которые активно используются для авиационного сообщения с городами и странами КОТАТА, АТХ, КОТКА, ЛДЖИВИ. Также туристы и деловые люди могут посетить официальный сайт, доступный по адресу www.aia.ga. Онлайн-табло рейсов Афины, Греция, в аэропорте Афин успешно работает онлайн-табло вылета и прилета самолетов, поэтому каждый пассажир и их встречающие могут внимательно следить за актуальной информацией и составлять примерные планы. К тому же доступно табло в режиме онлайн на официальном сайте международного аэропорта www.iaia.gr касая черта FlightDeficeInfo касая черта. С помощью табло можно точно узнать, когда состоится прилет самолета, или убедиться в правильности времени отправления внутреннего или международного рейса. К тому же онлайн-табло отображает только актуальные данные, поэтому учитываются погодные условия, способные повлиять на расписание самолетов. Как добраться до аэродрома Афин можно легко добраться, доступны разнообразные способы, поэтому нужно учитывать, как проще и быстрее всего можно доехать. Такси Крит Афины, как добраться такси, это хорошая альтернатива общественному транспорту, ведь на нем можно доехать до аэропорта или в центр Афин тем, кто прибыл из Москвы. Пересадки с автобусов на метро, пригородные поезда гарантированно исключаются. Для поездки нужно выделить 38-60 евро и около 40 минут времени. Звездочка Обратите внимание, те, кто может водить машину, часто обращаются в службу проката авто. К тому же Carrental предполагает возможность выбора подходящего транспортного средства с учетом удобства, технического состояния, финансовых возможностей. Однако в этом случае нужно будет самостоятельно управлять автомобилем и быть готовым сориентироваться в местных дорогах. В настоящее время доступна аренда авто в Афинах без франшизы, аэропорт ведь стремится создать оптимальные условия для путешественников. Автобус-общественный транспорт работает в круглосуточном времени, поэтому можно не переживать относительно предстоящей поездки. Рядом с аэропортом останавливается 6 разных маршрутов, причем они отличаются длительностью поездки и количеством остановок. В каждом случае можно дешево и проехать нужное расстояние. От центра Афин до аэропорта или обратно можно доехать за 1 час и 10 минут. Трансфер Самый удобный и быстрый вариант – это трансфер. К тому же можно заранее выбрать автомобиль подходящего класса и оптимальной вместимости. В дальнейшем водитель встретит с именной табличкой. Нужно ориентироваться на стоимость при бронировании, так как пробки не влияют на цену, это становится защитой финансовых интересов людей. Трансфер на современном автомобиле включает встречу в аэропорту или гостиничном комплексе с именной табличкой, поэтому можно довериться водителю и быть уверенным в благополучии предстоящей поездки. Фиксированную цену изначально включают 1 час ожидания в аэропорту и 15 минут в отеле. Парковки аэропорт Корфу Вэп от Веницилас или в Териос Лотус часто приезжают машины, поэтому обязательно предусмотрены автомобильные стоянки. Они бывают краткосрочными и долгосрочными. Краткосрочные парковки для автомобилей располагаются в зоне прибытия, рядом с терминалами. Первые 20 минут будут гарантированно бесплатными. Долгосрочная парковка находится рядом с подъездной дорогой. До терминала можно дойти за 5 минут. На этом паркинге находится до 5800 машин, причем владелец каждого автомобиля должен гарантированно платить по установленной ставке. Схема аэропорта В Международном аэропорте находится два терминала – основной и дополнительный. Они соединены переходом, поэтому нужно ориентироваться по специальной схеме. Основной терминал принимает рейсы из Шенгенской зоны и других стран. Все стойки регистрации находятся в основном здании, поэтому можно легко ориентироваться по карте. Дополнительный терминал, который также находится на территорию Большого аэродрома, позволяет разгрузить основное здание. Однако при этом нужно внимательно изучить карту аэропорта, так как только с помощью схемы можно быстро сориентироваться на большой площади. В большинстве случаев дополнительный терминал принимает авиакомпании лоукостеры. Услуги в афинском аэропорту представлены разнообразные услуги, которые гарантируют высокий уровень комфорта для большинства людей. При этом астрономические суммы на развитие аэродрома идут не напрасно. При любой продолжительности можно рассчитывать на комфорт. К тому же можно регулярно ориентироваться на онлайн-сообщения на специальном табло. Важно, сотрудники аэропорта компетентны в работе, поэтому могут оказать эффективную помощь пассажирам. Отдохнуть после прилета самолета или перед предстоящим вылетом можно в кафе или ресторане, просторном комфортабельном зале ожидания. Также можно посетить небольшие магазины и по выгодным ценам купить все, что требуется. Для молодых родителей и их детей предусмотрены детские зоны. Для водителей очень удобно парковать автомобили рядом с аэропортом. Зачастую это упрощает путь до столицы Греции или, наоборот, до аэропорта. Также нужно отметить наличие удобных камер хранения, так как с их помощью можно гарантировать безопасность личных вещей. Эта услуга важна, если в Афины нужно будет заехать для транзитного пребывания. Еще в 2006 году британская компания Skytracus, которая занималась изучением и оценкой состояния аэропортов и авиакомпаний по всему миру, признала аэропорт Афин лучшим в южной части Европы. Основные особенности и преимущества для удобства и быстрого обслуживания рейсов предусмотрены два больших терминала, главный и спутниковый, система оповещения продумана досконально, поэтому пассажиры могут быстро сориентироваться. Обустроены залы ожидания, причем уровень комфорта может быть обычным или люкс. Стандартные залы ожидания также оборудованы мягкими креслами, шумоподавлением, системой кондиционирования, бесплатными зонами интернета. На территории аэропорта работают аптека, почта, пункт обмена валют, банкоматы, магазины дьюти-фри, кафе и рестораны. Офисы проката автомобилей, обустроена детская зона с современными развлечениями. Бизнес-центр включает в себя конференц-залы, переговорные комнаты, сотрудники аэропорта иногда могут общаться на русском языке. Гарантируется оптимальный комфорт для большинства людей. Но нужно подготовиться к тому, что пользование багажными тележками будет платным и обойдется в 1 евро. Звездочка Wi-Fi на территории всего аэропорта работает бесплатный Wi-Fi. Однако все сессии ограничены 45 минутами одним часом. В дальнейшем возможно повторное подключение. Кроме этого, предусмотрены специальные бесплатные терминалы, если люди не могут по каким-либо причинам воспользоваться смартфоном, планшетом или ноутбуком для посещения интернета. Это подтверждает, что ATH аэропорт все-таки стремится соответствовать современным стандартам. Розеток немного, поэтому технику не всегда удается подключить для зарядки. Розетки находятся по углам, рядом с лестничными клетками. Также их можно найти в Макдональдсе вдоль окон и у диванов в специальной зоне Samsung. Для подключения к интернету потребуется минимум усилий и времени. Даже новички успешно справятся с поставленной задачей. Обязательной будет регистрация в специальном сервисе, через который предоставляется доступ в интернет, изначально нужно подключиться к сети. Теперь можно открыть браузер. Будет предоставлена регистрационная форма, нужно будет заполнить актуальные личные данные и предоставить их. После такого подключения будет предоставлен бесплатный доступ в интернет. Отели в транзитной зоне Многие люди, которые приезжают в аэропорт Элифтериос, Венизилос, Афины, Греция, часто интересуются, где можно остановиться. Это особенно важно, если требуется забронировать номер в ближайшем отеле в городе Афины. Напротив главного терминала находится пятизвездочный отель Софити Лео Подхотел. В нем насчитывается 345 номеров со звуковой изоляцией и 13 сьютов. Для удобства гостей предусмотрены два ресторана, греческий и интернациональный, 11 конференц-залов. Однако проживание будет дорогостоящим. Все остальные гостиницы расположены на расстоянии пяти и более километров от аэропорта, но обычно аренда автомобиля или такси обходится сравнительно недорого и можно сэкономить. Именно пятизвездочный Софити Лео Подхотел находится на расстоянии 50 метров от международного аэропорта, причем он предоставляет все необходимые услуги своим гостям. Здесь можно воспользоваться бесплатным интернетом, посетить спа-салон и крытый бассейн. Современные номера Софити Лео Подхотел имеют следующие особенности – удобные диваны, на которых можно гарантированно выспаться, письменные столы, современная система кондиционирования для точной регулировки температуры, спутниковое телевидение, ванная комната с отделкой мрамором, где можно найти туалетно-косметические средства. Однако от Софити Лео Подхотел до центра города – 28 километров, поэтому нужно будет пользоваться общественным транспортом, арендованной машиной или такси. Также можно отметить Холиде Инатен Сатика, ведь он более доступен по цене. Гостиничный комплекс находится в 13 километрах от аэропорта. Основное преимущество – это возможность отказаться от аренды такси или машины, так как доступен круглосуточный бесплатный трансфер. При этом Холиде Инатен Сатика находится на расстоянии полтора километров от пригородного вокзала. Точное месторасположение – шоссе Атика-авеню. Высокий уровень комфорта – американский завтрак гарантируется. При этом гости могут полчаса в день пользоваться бесплатным интернет-центром, хотя Wi-Fi работает на всей территории гостиницы. Успешный выбор гостиницы очень важен для тех, кто приезжает в Афины на непродолжительное время или путешествует транзитом. Какие авиакомпании летают стойка регистрации находится на втором этаже. Она разделена по авиакомпаниям и альянсам, благодаря чему можно быстро сориентироваться. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Современный Лифтериос Венизилос Аэропорт ежегодно обслуживает более 16 миллионов пассажиров, принимаются внутренние, европейские, международные и грузовые рейсы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.